Татьяна Крещенская 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 Мне назвала так мама. Она сначала мне рассказывала, что когда ты родилась, я думала называть тебя Ольгой, а потом что-то подумала и назвала Татьяной. Ну вот, а поскольку Татьяна, ну мне нравится имя, вот, и поскольку она переводится как дом-управительница, поэтому в доме я всегда правлю. Управляете вы не только домом, но еще и коллективом, да? Даниколаевна, расскажите свою немножко биографию, да, вкратце, как пришли в эту профессию, вообще в творчество? Ну, у меня так, знаете, как-то получилось, что я половину жизни работала в педагогике, вот, в школах, вела уроки музыки, потом в педучилище, на баяне, значит, там у меня студенты играли на баяне, вела хоры, вот, на баяне с детства мечтала научиться, вот, поэтому это мой хлеб, так сказать. Петь любила с детства, и поэтому вторая часть жизни, как бы, у меня вот в культуре, вот уже 15 лет, как я в культуре, всегда мне нравилось работать с хорами, люблю хоровое пение. Уже 15 лет Татьяна Николаевна возглавляет народный вокальный ансамбль «Родниковая Русь». Даже за кулисами Татьяна Сидейская помогает своему ансамблю выступить на высоте. Незримая для зрителей поддержка, но ощутимая для вокалистов, присутствует на каждом выступлении, и она действительно помогает. АПЛОДИСМЕНТЫ Бурные аплодисменты ансамбль «Родниковая Русь» срывает на каждом концерте, ведь коллектив состоит только из влюбленных в русскую песню. Кстати, в репертуаре ансамбля их более ста. Народные песни разных областей России, лирического и шуточного характера, композиторские песни и песенные попури, которые звучат в мужском, женском и смешанном исполнении. «Это, знаете, как творческая лаборатория. С ними любые задумки, любые идеи я опробую как бы на них. Может, иногда и бредовые, но они вот все это делают. И мне нравится вот это творчество, мне нравится. И вообще я работаю в этом коллективе Дворца культуры. Это такие люди, это насквозь самые креативные. И не минуты покоя прямо вот». Не минуты покоя, так можно сказать и про творческую жизнь самой Татьяны Николаевны. Ведь перед Родниковой Руссиус 2003 года она руководила вокальным хором «Непоседы», который впоследствии переименовали в «Сударушку». На счету коллектива десятки вокальных побед. Один стали лауреатами конкурсов в Республике Коми, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах России. Есть и международные награды. Одна из них в номинации «Лучший творческий коллектив», присужденная на международном конкурсе-фестивале «Золотой олимп» в Греции. И это только часть заслуженных побед. Всего отрасли культуры Татьяна Сидейска отдала 41 год своей жизни. В прошлом году в День работников культуры России ей присвоили профессиональное звание НАУ «Почетный работник Ненецкого автономного округа». Как считает Татьяна Николаевна, это не только результат плодотворного труда, любви к народной культуре, но и особая энергетика имени. Что можете пожелать в День Татьяны всем Татьянам? Всем Татьянам, ну, чтобы они всегда были красивы, обаятельны, потому что мужчины любят красивых, ухоженных женщин. Были по-женски счастливы. Ну, что такое счастье, каждый для себя определяет. Вот. И, наверное, чтобы дети их радовали, чтобы у них была интересная жизнь, чтобы они сами были интересны, чтобы у них что-то было новое в жизни, путешествия, новые желания, и исполнялись мечты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова